Пап, чаще бы таких мотивационных речей от Анны Шамбадал, я думаю, что каждая рубрика должна заканчиваться вне зависимости. Освоили мы новый спорт, новую профессию, новый рецепт, ты молодец или у тебя все получится. Как тебе такое? Отлично, прекрасный лозунг, будем пользоваться этим лозунгом абсолютно каждый день. Буквально 10 минут назад мы рассказывали вам, друзья, о том, что в Чулябинске прошел первый городской конкурс татуировки. К татуировке можно относиться по-разному, кто-то принимает этот вид искусства, любит этот вид искусства, а кто-то относится негативно. У нас даже по этому поводу был опрос в группе ВКонтакте, можете зайти и познакомиться с результатами этого опроса прямо сейчас. Ну а мы же прямо сейчас приступим к тому, чего так долго ждали все утро. И чего так, никогда не было же этого в прямом эфире. В общем-то, наш корреспондент, отважная и бесстрашная Анастасия Кныш, находится прямо сейчас в тату-салоне. И в прямом эфире, прямо сейчас она выйдет с нами на связь, сделает то, что многие мечтают сделать уже давно. Ну что, передумала Настя, интересно или нет? Настя, привет! Так, есть контакт, кажется, есть. Да, доброе утро, коллеги! Действительно, именно сегодня я решилась исполнить свою мечту, аж заикаюсь от волнения. Сегодня я сделаю себе тату, и поможет мне в этом тату-мастер Артем Ратмистровский. Артем, доброе утро! Доброе! Ну что, приступим? Поехали! Поехали! Как говорил Гагарин, это больно, как комарик укусит? Как маленький. Как маленький комарик укусит? Я очень на это надеюсь. Хорошо, расслабься. Я пытаюсь расслабиться. Если честно, я думала, что ощущения будут гораздо болезненнее. Ну, то есть, это неприятно, как будто иголкой тебе царапают кожу, что, в принципе, близко к истине, но это терпимо. Расскажите, пожалуйста, вот эта зона, которую я выбрала, это самое болезненное место, где можно бить тату? Мне кажется, это самая безболезненная зона. А где больнее всего бить тату? Где близко кости, где тонкая кожа. Ну, болевые пороки у всех разные. Кто-то кричит, кто-то спит, кто-то дергается, кто-то в обороке падает. Кто-то ведет прямой эфир в моменте. Ну, ощущения, конечно, я вам скажу, специфические, но вполне терпимо. Я боялась, что буду прямо кричать на этом моменте. Расскажите, где обычно чаще всего набивают татуировки? Вот самые такие распространенные, что просят набить? Места или татуировки? Места. Места. Чаще всего это вот видимые части тела. Руки, плечи. А что набивают? Все, что угодно. Бабочки? Цветы? Ну, это уже такие стены. Типа сейчас делают вообще все, что угодно. От черепов, котиков, там, абстракций, там, клякс. Что только они делают. А самая необычная татуировка, которую у вас просили? Купола? Нет, это были четыре буквы, а спинят танк. Как вы не знаете? А мне кажется, что вот какие-то буквы, их не так больно набивать, а какие-то прям побольнее. С чем, интересно, это связано? Это все субъективно, я поняла, да. А по времени сколько длится одна татуировка? Все зависит от размера и сложности. Опять же, от опыта еще мастера. Кто-то делает быстро, кто-то делает медленно, но от этого качества тоже не должно страдать. Ну, прямо вы профессионал, я чувствую. То есть, что согласились за пять минут включения сделать мне тату, и это был, наверное, один из самых рискованных шагов моей жизни. Но ближе к концу эфира мы раскроем, что именно за татуировка у меня будет. Или там видно? Там видно? А сколько обычно вообще стоимость вот такой татуировки? Скажите, сколько я сэкономила благодаря прямому эфиру? Давайте не будем заниматься публичной афертой. Посмотрите, как красиво это получается. И в принципе, мне кажется... Эта надпись, если кто-то особо наблюдательный мог заметить, это песня Фредди Меркурия «Show must go on». И она означает, что шоу должно продолжаться. И шоу «Наше утро» тоже должно продолжаться. Я только на одно надеюсь, что это включение не смотрит сейчас моя мама, потому что иначе она позвонит в студию и попросит, чтобы следующей темой эфира стало сведение татуировок. Ну, мне уже сделали где-то 60% этой чудесной надписи. И я пока держусь, задаю вопросы и вполне неплохо провожу время. Отлично. Это считается, кстати, надписи проще набивать, чем рисунок? Не всегда. Бывает, надпись сделать намного сложнее, чем какой-то большой объемный рисунок. Если надпись какая? Маленькая, тоненькая, еще какое-нибудь место с тонкой кожей, к примеру, какая-нибудь ключица, что-нибудь от такого плана. Место не очень удобное в плане для работы. Человек плохо терпит, дергается, дергает постоянно. Тоже не всегда удобно. Нужно сделать ровную линию, а как ты сделаешь ровную линию, если человек как-то карначно-сковоротки вертится. Но я поэтому очень стараюсь сидеть максимально статично. Ты вообще молодец. А скажите, вот, например, цветная тату, она тоже делается сложнее и дольше, да? За несколько сеансов. Опять же, все зависит от сюжета. Если татуировка в стиле реализма, то да, она не такой быстрый процесс. Если что-то более-менее простое, то делается чуть быстрее. Опять же, все зависит еще от мастера. Кто работает быстро, кто работает медленно. Ну, я рада, что именно сегодня в прямом эфире я смогла все-таки на это решиться. С поддержкой Артема, с поддержкой нашего оператора и всех телезрителей. И надеюсь, что все остальные наши телезрители также будут смело исполнять свои мечты. Коллеги, передаю вам слово. Настя, ну, это удивительно. Карин, что ты, ты представляешь себя на месте Настя прямо сейчас? Я хотела пошутить, что мы уже с тобой набросали эскиз татуировки с надписью «Наше утро», которая находится за нашей, за Диминой спиной, да. Но Настя невероятный просто боец и солдат. Но мне кажется, раз она уже позиционирует себя как такого смельчака, то надо устроить опрос во Вконтакте и спросить, в каких еще амплуа, в каких еще предлагаемых обстоятельствах вы бы хотели увидеть нашего корреспондента. Отличная идея. Слушай, в продолжении татуировки я сразу же загуглил самые популярные тату во всем мире. И так вот, Настя выбрала непопулярную татуху. Знаешь почему? Потому что самым популярным это медведи, быки и волки. Ого! Но зато это будет, как можно назвать, аутентичненько у Анастасии будет татуировка. Мы ждем конца эфира, чтобы посмотреть результат. Зайдите. А давайте мы в Инстаграме опубликуем у нас в сторис, опубликуем результат. Попросим Настю красиво это сфотографировать. А если вы прямо сейчас находитесь за кухонным столом и занимаетесь утренними традициями, завтракайте, то самое время для вкусных историй. Сегодня у нас рецепт суп-пюре из спаржи.